Добрый день, дорогие друзья! И с вами канал Путешествия не только. Это первое видео, вышедшее уже в новом 2024 году. Я вас с вами и поздравляю. 1 января выходит видео, не 31 декабря. Отклонимся от традиции выходить по воскресеньям и выходит в понедельник. И у нас новое турне в новом году. Это Рось, Волковыск и Порозово. Ну вы спросите, почему Волковыск, если у нас уже есть обзор, но мы там еще не все посмотрели. Поэтому в следующем видео вы посмотрите. А сейчас мы с вами находимся в агрогородке Рось. Никогда здесь не был, поэтому сегодня мы его и посмотрим. Не переключайтесь, будет интересно. Поехали! Ну а начнем наше, я даже скажу, новогоднее турне. Хоть и Новым Годом, сам видите, никаким и не пахнет по погоде. Мы начнем отсюда, со сквера 40-летия Победы. Стенды на каждой вечной славы героям. Ну и традиционно памятник воинам Великой Отечественной войны. Ну а если рассказать про саму Рось, то население на данный момент в Росте составляет 4400 человек. Это далеко не самые большие показатели, которые были за всю историю существования агрогородка. Самое большое население было в 2006 году, составляло 5700 человек. За 17 лет, ну даже уже, ладно, 18, так как уже 2024, 1300 человек. Сами понимаете, это тоже достаточно много. Ну вот так вот он и выглядит этот вот сквер 40-летия Победы. Ну, если так судя брать по логике, то получается его основали в 1985 году. Ну, в принципе, более-менее все облагорожено. Нормально, скамеечки. Может быть, надо было еще каких-нибудь там, как это модно, деревянных скульптур поставить. Ну, может быть, со временем это и произойдет. Но зато поставили новогоднюю такую иллюминацию. Символ 2024 года это дракон. Ну и, собственно говоря, дату нового года, 2024. Сразу же за парком мы с вами видим одну из достопримечательностей Росси. Это костел Пресвятой Троицы, построенный в 1807 году в стиле классицизма. Рядом с ним находится Звоница. Кстати, мы можем видеть вот здесь, где нет штукатурки, каким была Звоница. Перед тем, как ее оштукатурили. Сам храм был... Некоторые разные даты были у него постройки. Например, современное вот уже вот это, что мы видим, храмное здание храма, было выстроено уже после перехода Росси к Российской империи в 1807 году. А по другим данным, в 1801 году. А вот это вот, про эту Звоницу, которую я говорил, она была построена около с 1908 по 1914 годы. И что, кстати, интересно, что в советское время храм не закрывался. Ну, кстати, сегодня аж еще у католиков Рождество. Мы все это снимаем 25 декабря, поэтому и католиков тоже с прошедшим Рождеством уже. Перемещаемся дальше, и мы с вами видим храм Святой Троицы, построенный в 1911 году постройки. Этот храм. Буквально вот он, практически напротив. Там был храм, точнее церковь, а это уже костел. Ну вот, практически мы с вами и находимся в центре Росси. Вокруг этого сквера дома. Некоторые отреставрированы, некоторые вот такие вот находятся, скажем так, в аутентичном виде. Ну, а некоторые отделанные. Кстати, вот еще такое вот я вот подумал, подумал, да, и вот даже погуглил немножко. А как вообще жители России говорят? Ну, зовут? Русские? Русские? Россияне, может быть? Не знаю, интернет, к сожалению, не подсказывает. Поэтому жители России, если кто будет смотреть, а я думаю, вы будете смотреть, то напишите в комментариях, как вас принято называть. Перемещаемся дальше. Мы с вами видим вот этот вот самолет Су-24, что-то наподобие в Гродно, например, на Кургане Славы. Можно такое увидеть. Но я почему его заснял? Потому что в России раньше находился военный аэродром. Он находится вот справа, вот там вот, где водонапорная башня. Вот в всех вот краях. Ну, вот из-за этой котельной. На данный момент военный аэродром заброшен. Раньше на том военном аэродроме находилась 116-я Гвардейницкая авиационная база. Однако в ноябре 2013 года она перепозировалась в Лиду. Даже там на современном, вот на том месте, где находился аэродром, даже плиты, где взлетно-посадочная полоса, их выдрали. Там практически ничего нет. Это вот буквально прошло всего лишь 10 лет. Ну, вот даже на самолете, даже можно писать, даже и вот про что я говорил, 116-я бомбардировочная разведывательная авиационная база. Интересно, никогда такого не видел. Капсула времени вскрыть в августе 2031 года. О, недолго всего лишь осталось. Всего лишь каких-то 7 лет потерпеть. Ну и обратите внимание, здесь вот какой рельеф. Это, опять же, здесь возвышенность, но уже не Гродненская. Это Волковысская возвышенность. Здесь вот такие вот пятиэтажные и трехэтажные домики. И вообще, я даже, честно говоря, вот даже не знаю. Я когда ехал, езжал в Роси, была такая деревня, есть такая, точнее, деревня, Студенец. И непонятно, то ли эти дома относятся к этой деревне Студенец, то ли к Роси. Ну а сейчас мы с вами прибыли на реку Роси. Ух ты, кот какой. А справа мы с вами видим водяную мельницу усадьбы Потоцких. Мы на нее прибыли. Она здесь так разбросана. Сейчас мы ее посмотрим. Что ты мяукаешь так? Эта водяная мельница является на данный момент самой большой водяной мельницей в Беларуси. Ну и сами понимаете. Пятиэтажная мельница я лично нигде не видел. Ну а справа от мельницы находятся бывшие конюшни. На данный момент вообще из усадьбы Потоцких, которая была построена в 19 веке, сохранились конюшни. Вот эта вот водяная мельница, которая стоит на реке Роси. Вот она, собственно говоря, и протекает. Мы сегодня в нашем турне будем ее много видеть. И в Порозово, и в Волковыске. В общем, все время будем вдоль ее ехать. А также сохранен фрагменты усадебного парка. Смотрите, какая речка достаточно такая горная, быстрое течение. А слева мы сможем с вами видеть водоворот бутылок в природе. Просто крутится по кругу. Вот столько мусора на ней. Гуси плавают по речке. Возле мельницы сохранились остатки въездных ворот. А также мы видим брусчатку. Непосредственно это вот была въездная аллея. Вот так вот выглядит эта въездная аллея. Да и вообще, вот мы сейчас с вами находимся на остатках от бывшего усадебного парка. Он сейчас, к сожалению, находится в запущенном состоянии. Никто за ним не следит. Собственно говоря, сейчас эта вот въездная аллея ведет вот к этому дому. Возможно, он раньше тоже относился к бывшей усадьбе. А может и нет. Вот, к сожалению, на этой источнике уже и интернет уже не сообщает об этом. Также на территории вот этого бывшего парка находится, ну, я так понимаю, это был аффинтеатр. Но специфика в нем, что вокруг этого аффинтеатра ров сделали с водой, как будто это замок какой-нибудь неприступный. Но, к сожалению, он тоже сейчас находится в запущенном состоянии, судя вот по этому мосту. Я пробовал еще перебраться. У меня, к сожалению, это не получилось. Доска так прогибается, что я не рискнул. Потому что в воде мне что-то, оказывается, не хочется. Ну и вот такой вот мостик, ведущий на этот бывший, наверное, уже скорее всего, аффинтеатр. Ну и рядом вот с парком находится Ростский дом культуры, племзавод Рось. Скорее всего, он и спонсировал эту постройку. Кстати, заметьте, что еще чуть ли не советский флаг. Серпа и молота только не хватает. Но зато здесь новогодняя иллюминация. Все-таки, как-никак, у вас Новый год, а момент съемки католическое Рождество. Но, сами видите, по погоде это вечный ноябрь. Ну и последнее, что сохранилось от усадьбы Потоцких, это дом садовника. В принципе, это, наверное, единственное здание, которое, в принципе, более-менее за ним следят. Облагородили его, сделали нормальную крышу. И даже сделали такие вот на окнах, похожие на какие-то ставни. Дожинки-2015. Скорее всего, здесь проходили областные дожинки. А дальше мы с вами видим вот такую вот, ну, наверное, практически красоту, потому что озеро это безымянное, оно никак не подписано. Здесь такая система таких озер. А вдалеке мы с вами видим городской поселок Красносельский. Так, здесь где-то в районе километра, здесь всего лишь расстояние от Роси до Красносельского. Собственно говоря, вот эта дорога к нему и ведет. Конечно, тут сильный ветер, но решили уже выйти сюда, к этим озерам, о которых я кадр говорил. И здесь, посмотрите, какой тут прекрасный вид на городской поселок Роси. Ну и отправимся с вами еще на железнодорожный вокзал. Куда же еще без железнодорожного контента. Ну и вот мы с вами приехали на железнодорожный вокзал Роси. Я вам его показывал в видео, когда мы ездили в Зельву. И вот, получается, да, железной дороги, вот были вот эти вот виды. Мы с вами были в тех вот местах. Ну, вот даже вот эти вот многоквартирные дома, которые я так и не понял, в каком они относятся, к Роси или к этому Студенец. Да, вот это вот я уже все это помню. Вот я, кстати, вам включил просто камеру. Слышно, наверное, колокола от этого костела. Я так думаю, ну, наверное, в честь Рождества. Жаль, что мы находимся не там. Ну и здесь вот на железнодорожном вокзале Роси мы заканчиваем обзор городского поселка Роси и направляемся дальше в Волковыск. Но посмотрим уже другие вот достопримечательности. Вы увидите это 7 января уже в Православное Рождество. Ну а с вас лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи, бегите, пока-пока.